Заметив это, Цезарь повел свои войска на ближайший холм и выслал конницу, чтобы сдерживать нападение врагов. Тем временем сам он построил в три линии на середине склона свои четыре старых легионов. На вершине холма он поставил два легиона недавно на промежунике Галии, а также все вспомогательные отряды, заняв таким образом всю гору людьми, а багаж он приказал снести тем временем в одно место и прикрыть его полевыми укреплениями, которые должны были построить войска, стоявшие вверху. Последовавшие за ним вместе со своими телегами Гильвета, также направили свой обоз в одно место, а сами отбросили атакой своих тесно сомкнутых рядов нашу конницу и, построившись в фалангой, пошли в город на нашу первую линию. Цезарь приказал прежде всего увезти своего коня, а затем лошадей всех остальных командиров, чтобы при одинаковой для всех опасности отрезать всякие надежды на бегство. Ободрив после этого солдат, он начал сражение. Так как солдаты пускали свои тяжелые копья сверху, то они без труда пробили неприятельскую фалангу, а затем обнажили мечи и бросились в атаку. Большой помехой в бою для Галла было то, что римские копья иногда одним ударом пробивали несколько щитов сразу и таким образом приглаждали их друг к другу, а когда острее загибалось, то его нельзя было выпущить, и бойцы не могли с удобством сражаться, так как движения левой рукой были затруднены. В конце концов, многие, долго тряся рукой, предпочитали бросать щит и сражаться, имея все тело открытым. Сильно израненные, они наконец начали поддаваться и отходить на ближайшую гору, которая была от них на расстоянии около одной мили, и ее заняли. Когда к ней стали подступать наши, то бои и тулинги, замыкавшие и прикрывавшие в количестве около 15 тысяч человек неприятельский арьергард, тут же на походе зашли нашим в незащищенный фланг и напали на них. Когда это заметили те гильветы, которые уже отступили на гору, то они стали снова наседать на наших и пытаться возобновить бой. Римляне сделали поворот и пошли на них во фронтах. Первая и вторая линии обратились против побежденных и отброшенных гильветов, а третья стала задерживать только что на павших в плюнгах и боях. Таким образом, долго и горячо сражались на два фронта, но когда, наконец, враги оказались не в состоянии выдерживать наши атаки, то одни из них отступили на гору, как и было сначала, а другие обратились к своему обозу и повозкам. В продолжении всего этого сражения, хотя оно шло от седьмого часа до вечера, никто из врагов не показал нам тыло. До глубокой ночи шел бой также и в обозу, так как галлы выставили наподобие вала телеги и с их отвечали на наши атаки обстрелом, причем некоторые из них, расположившись между повозками и телегами, бросали оттуда свои легкие копии и ранили наших. Но после долгого сражения наши овладели и обозом, и лагерем. Тут были взяты в плен дочь и один из сыновей Аргиторика. От этого сражения уцелело около 130 тысяч человек, и они шли всю ночь без прерыва, нигде не останавливаясь ни днем, ни ночью. Они на четвертый день достигли области Лингонов, так как наши были целых три дня заняты ранеными и погребением в битах, и потому не могли их преследовать. Цезарь отправил к Лингонам гонцов с письменным приказом не помогать Гильветам ни хлебом, ни чем-либо иным. Тех, кто окажет помощь, он будет рассматривать как врагов наравне с Гильветами. Затем сам он по истечении трех дней двинулся со всем своим войском в погоне за ними. Введенные таким образом до полной крайности, Гильветы отправили к Цезарю посол с предложением сдачи. Они встретились с ним на походе, бросились к его ногам и со слезами покорно молили о мире. Он приказал им ждать его прихода на том месте, где они теперь находятся. Они повиновались. Прибыв туда, Цезарь потребовал от них заложников, а также выдачи оружия и приближавших к ним рабов. Пока все это разыскивали и собирали в одно место, наступила ночь, и около шести тысяч человек из так называемого вербегенского пага пага в самом же начале ночи оставили гильветские лагеря и направились к Рейну и страну германцев. Может быть из страха, что по выдаче оружия их перебьют. А может быть в надежде на спасение, так как при очень большей массе сдававшихся, их бегство могло бы быть скрыто или даже совсем остаться незамеченным. Только Цезарь узнал об этом, он приказал тем племенам, через страну, в которых они шли, разыскать их и вернуть назад, если они желают перед ним оправдаться. С возвращенными он поступил как с врагами, а сдачу всех остальных принял по выдаче заложников, оружия и перебежчиков. Гильветом, Тулингом и Латовиком он велел вернуться на их покинутую родину. А так как по уничтожению всего урожая им дома нечего было есть, он приказал лаброгам дать им нужный запас провиантов. Сожженные ими города и села они должны были отстроить сами. Это он сделал главным образом из нежелания, и чтобы покинутая гильветами страна оставалась пустой. Иначе вследствие доброкачественности почвы могли бы переселиться в страну гильветов зареинские германцы, и таким образом сделали бы соседями гальской провинции лаброгов. На просьбу Идуев поселить их в стране известных своей выдающейся храбростью боев, он изъявил согласие. Они отвели им землю и впоследствии приняли их в свою общину, дав им те же права и свободу, которыми пользовались сами. Лагерь гильветов были найдены и доставлены Цезарю в списки, написанные греческими буквами. В них были поименно подсчитаны все вообще выселившиеся и отдельно показано число способных носить оружие, а также детей, стариков и женщин. В итоге оказалось гильветов 263 тысячи, туллингов 36 тысяч, латовиков 14 тысяч, рауриков 23 тысячи, боев 32 тысячи, из них около 92 тысяч способных носить оружие, а в общем итоге 368 тысяч. Число вернувшихся домой по переписи, произведенной по приказу Цезаря, оказалось 110 тысяч. По окончании войны с гильветами к Цезарю явились с поздравлениями в качестве представителей почти всей Галии и князья общим. Хотя о Лонд, говорили они войной, покарал гильветов за старые обиды, причиненные ими римскому народу, но они понимают, что такой исход столько же полезен для гальской земли, сколько и для римского народа, так как гильветы, жившие у себя на родине в полном благополучии, покинули ее только с тем намерением, чтобы открыть войну против всей Галии и подчинить ее своей власти. А затем из многих доставшихся им гальских областей выбрать себе для жительства самые удобные и плодородные и все остальные племена сделать своими данниками. Вместе с тем они просиливают Цезаря разрешения и согласия на созыв к определенному дню представителей всей Галии. По некоторым вопросам они желали бы согласно с общим решением этого собрания обратиться к нему с просьбой. Получив это позволение, они установили день для собрания и обязались взаимной клятвой, что никто, за исключением лиц, на то официально полномоченных не будет разглашать постановление собрания. Когда это собрание разошлось, то те же князья общин, которые перед этим были у Цезаря, вернулись к нему и попросили у него позволения переговорить с ним о существенных интересах не только своих личных, но и всей Галии. Получив на это разрешение, они все со слезами бросились перед Цезарем на колени и сказали, что они столь же настойчиво стремятся к сохранению в тайне своих сообщений, как к исполнению своих желаний, потому что в случае разглашения тайны им, несомненно, предстоит мучительнейшая смерть. Тогда от лица их взял слово Идуи-Кевитяк. Вся Галия, говорил она, спадается на две партии. Во главе одной стоят Идуи, во главе второй – Арверны. Они много лет вели друг с другом ожесточенную борьбу за господство, и дело кончилось с тем, что Арверны и Сикваны наняли на свою службу германцев. Последние перешли через Рейн сначала в количество около 15 тысяч человек. Но когда этим грубым варварам полюбились гальские поля, образ жизни и благосостояние, их перешло еще больше. И теперь в Галии их уже около 120 тысяч человек. Идуи и их клиенты неоднократно вели с ними вооруженную борьбу, но в конце концов потерпели тяжкое поражение и лишили всей земли, всего Сената и всей Кондицы. Идуи, когда-то самые могущественные во всей Галии, благодаря своей храбрости, а также узам гостеприимства и дружбе с римским народом, были сломлены этими роковыми сражениями и вынуждены были дать заложники Сикванам своих знатнейших граждан. А кроме того, обязать свою общину клятвы и никогда не требовать назад заложников, не молить римский народ о помощи и не отказывать в полном и неизменном повиновении их неограниченной власти. Он девятяк оказался единственным человеком во всей общине Идуев, которого не удалось принудить ни к этой клятве, ни к выдаче детей своих в заложники. Поэтому он бежал из своей общины и прибыл в Рим просить Сената о помощи, так как он один не связан ни к клятвой, ни заложниками. Впрочем, с победителями Сикванами случилось нечто худшее, чем с побежденными Идуями. В их стране утвердился германский царь Ариавист, занял треть земли Сикванов, самый лучший во всей Галии, и теперь приказывает Сикванам очистить еще одну треть, так как несколько месяцев тому назад к нему прибыло 24 тысячи горудов, которым должна была быть предоставлена земля для поселения. Дело кончится тем, что через немного лет все галы будут выгнаны из своей страны, и все германцы придут через Рейн, ибо нельзя и сравнивать гальскую землю с германской, равно как и гальский образ жизни с германской. Ариавист со времени своей победы над гальскими войсками при Магитабрике властвует высокомерно и жестоко. Он требует в заложники детей самых знатных граждан и подвергает их для примера жесточайшим наказанием, если что-либо делается не по его мономению и воле. Этот человек дикий, вспыльчивый и вздорный, его деспотизма они уносить дальше не могут. Если они не найдут помощи у Цезаря или у римского народа, то всем галам придется последовать примеру Гильветов, а именно подкинуть родной дом, искать себе другой земли, другого места жительства подальше от германцев и испытать все, что выпадет на их долю. Если все это будет сообщено Ариависту, то он несомненно подвергнет жесточайшей казни всех находящихся у него заложников. Только Цезарь своим личным авторитетом, внушительным войском, недавней победой и самим именем римского народа может остановить германцев от переселения в еще большем количестве Зарейн и защитить всю Галию от обид со стороны Ариависта. После этой речи Девятиака все присутствующие с громким плачем стали просить Цезаря о помощи. Цезарь заметил, что только Секваны не делают того, что другие, но с опущенной головой печально смотрят в землю. Он с удивлением спросил их о причине такого поведения. Секваны ничего не отвечали, но продолжали молчать и оставались печальными, как прежде. Он несколько раз повторил свой вопрос, но так и не добился от них ни звука. Тогда тут же и Дуй-Девятиак ответил, судьба Секванов тем печальнее и тяжелее положение остальных голов, что они даже тайно не смеют жаловаться и молить о помощи. Ариавист страшен для них своей жестокостью даже заочно, если бы он сам был перед ними. Ведь все остальные имеют возможность хоть бежать, Секванам же придется претерпеть всякие мучения, так как они приняли Ариависта в свою страну и все города находятся в его власти. После этих сообщений цезарь ободрил галов и обещал позаботиться об этом деле. Он питает, говоря он, большие надежды на то, что Реавист благодаря услугам и авторитету его цезаря прекратит свои обиды. С этими словами он распустил собрание. Но и помимо того, многие другие соображения побуждали его подумать об этом деле и взять его на себя. Прежде всего, он видел, что и Дуи, которые неоднократно получали от нашего сената титул «единокровных братьев римского народа», состоят в рабстве и в полном подчинении у германцев и их заложники находятся в руках Реависта и Секвана. А это, при увеличившей власть римского народа, он считал величайшим позором для себя и для государства. Далее он понимал, что для римского народа представляет большую опасность развивающейся у германцев привычка приходить через районы массами селиться в Галии. Понятно, что эти дикие варвары после захвата всей Галии не удержатся. По примеру, кимвров и тефтонов от прихода в провинцию и оттуда в Италию. Тем более, что Секванов отделяет от нашей провинции только река Роган. Все это, по мнению Цезаря, необходимо было как можно быстрее предупредить. Но и сам Ареавист успел проникнуться таким высокомерием на гости, что долей терпеть такое его поведение не представлялось возможным. Поэтому Цезарь решил отправить к Ареависту послов с требованием выбрать какое-либо место одинаковое от них обоих удаленное для переговоров, которым желает вести с ним о делах государственных и по вопросам очень важном для них обоих лично. Этому посольству Ареавист ответил, если бы ему самому был нужен Цезарь, то он к нему явился бы. А если Цезарю что-либо от него угодно, то он должен прийти к нему. Кроме того, он не решился бы явиться без войск в те части Галии, которыми владеет Цезарь, да и войск он не может стянуть в одно место без провианта и без сложных приготовлений. Ему только удивительно, какое дело Цезарю вообще римскому народу да и его Галии, которую он победил войной. Когда этот ответ был сообщен Цезарю, то он снова отправляет к Ареависту посол со следующим поручением за великую милость со стороны его Цезаря и римского народа, именно за то, что его консульство сенат признал его царем и союзником, чем Ареавист отблагодарил теперь его и римский народ отказом от приглашения явиться для переговоров к нежеланию высказаться по вопросам общим для них и даже познакомиться с ними. Поэтому Цезарь предъявляет ему следующие требования. Во-первых, он не должен производить никаких дальнейших массовых переселений через Рейн в Галлию. Далее, он должен возвратить идуемых заложников, а секванам разрешить вернуть с его соизволения идуем имеющихся от них заложников. Не беспокоить идуем какими-либо враждебными действиями и не идти войной на них и их союзников. Если Ареавист удовлетворит эти требования, то у него навсегда сохранятся добрые отношения и дружба с Цезарем и народом идуемским. Но если Цезарь не получит удовлетворение, то он не сочтет себя вправе закрывать глаза на обиды ченим и идуем, так как в консульстве Месала и Писана Сенат постановил, что каждый наместник провинции Галлии обязан защищать идуев и остальных друзей римского народа соответственно интересам республики. На что Ареавист отвечал «Право войны позволяет победителям распоряжаться с побежденными как им угодно, так и римский народ привык распоряжаться с побежденными не по чужому предписанию, но по собственному усмотрению. Если сам он не предписывает римскому народу способов осуществления его права, то и римский народ не должен мешать ему пользоваться своим законам права». Идуи сделались его данниками потому, что они решили испытать военное счастье, вступили в бой и были побеждены. Цезарь совершает большую несправедливость, уменьшая своим прибытием его доходы. Идуи ему заложников не возвратит, но не намерен без законного основания открывать войну ни против них, ни против их союзников, если они будут оставаться верными условиям договора и ежегодно платить дань. В противном случае им нисколько не поможет титул братьев римского народа. Правда, Цезарь заявляет ему, что не будет закрывать глаза на обиды чем ним идуем, но для всех, кто до сих пор вступал с ним ареавистом в борьбу, эта борьба была гибельной. Пусть Цезарь идет, когда хочет. Он тогда убедится, что значит храбрость непобедимых германцев, этих очень опытных воинов, которые за последние 14 лет совсем не бывали под кровлей дома. Как раз в то же самое время, когда Цезарь получил этот ответ, пришли послы от идуев и от триверов, идуя с жалобой на то, что приведенные недавно гали в гору да опустошают их землю, хотя они дали ареависту заложников, но даже и этим не могли купить у него мира, а триверы жаловались, что сто свепских пагов расположились на берегу Рейна с намерением перейти через него. Во главе их стоят братья Насуя и Кимберий. Эти сообщения очень встревожили Цезаря, и он счел нужным немедленно принять необходимые меры, иначе эти новые полщища свепов могут соединиться со старыми войсками Ареависта и дать им отпор будет уже нелегко. Поэтому он со всей поспечностью обеспечил себя продовольствием и ускоренным маршем двинулся на Ареависта. После трехдневного марша его известили о том, что Ареавист со всеми своими силами направляется для захвата главного города Секванов Весентионов и уже отошел на три дневных перехода от границ своей страны. Занятие этого города можно было найти много всяких военных запасов и уже по самому характеру местности город был так защищен, что открывал полную возможность затянуть войну. Действительно, он почти весь опоясан точно по циркулю рекой Дубесом. Последний доступ к нему не более 1600 футов шириной, которую река оставляет открытым, занят высокой горой. Причем ее подошва с обеих сторон подходит к берегам реки. Окружающая эту гору стена делает из нее крепость и соединяет ее гору с городом. Цезарь двинулся сюда ускоренным маршем, не прекращая его ни днем, ни ночью и заняв город, поставил в нем гарнизон. В то время, как Цезарь задержался на несколько дней под Висантионом для регулирования продовольствия и подвоза, наши расспрашивали о германцах, галов и купцов. Последние заявляли, что германцы отличаются огромным ростом, изумительной храбростью и опытностью в употреблении оружия. В частых сражениях с ними галы не могли выносить даже выражение их лица и острого взора. Вследствие этих россказней всем войском вдруг овладела такая робость, которая немало смутила все умы и сердца. Страх обнаружился сначала военных трибунов, начальников отрядов и других, которые не имели большого опыта в военном деле и последовали изримно за Цезарем только ради дрожьбы с ними. Последние под разными предлогами стали просить у него позволения уехать в отпуск по неотложным делам. Лишь некоторые оставались из стыда, не желая навлечь на себя подозрения в трусности. Но они не могли изменить выражение лица и подчас удержаться от слез. Забиваясь из своей палатки, они либо в одиночестве жаловались на свою судьбу, либо скорбели с друзьями об общей опасности. Везде во всем лагере составлялись завещания. Трусливые возгласы молодежи стали мало-помало производить сильные впечатления даже на очень опытных лагерных службе солдат. На солдат, эмпирионов, начальников конницы. Те из них, которые хотели казаться менее трусливыми, говорили, что они боятся не врага, но трудных перевалов и обширных лесов, отделяющих ремлян от ареависта. И что опасаются также за правильность подвоза провианта. Некоторые даже заявили цезарю, что солдаты не послушаются его приказа сняться с лагеря, двинуться на врага и из страха не двинуться. Заметив все это, цезарь созвал военный совет, на который пригласил также центурионов всех рангов и в гневных выражениях высказать полицияния, прежде всего за то, что они думают, будто их дело спрашивать и раздумывать, куда и с какой целью их ведут. В консульство Ареавист усердно домогался дружбе римского народа. Откуда же можно заключить, что он теперь без всяких оснований откажется от своих обязательств? Он, по крайней мере, держится того убеждения, что как только Ареавист познакомится с его требованиями и выставит свою справедливость, он не станет отталкивать от себя расположение его цезаря римского народа. Но даже если под влиянием бешенства и безумия он действительно начнет войну, так чего же они в конце концов боятся и зачем они отчаиваются в своей собственной храбрости и высмотрительности своего полководца. Ведь с этим врагом помирились на памяти наших отцов, когда Мари разбил кимвров и тевтонов и войска явно засунули меньшую славу, чем сам полководец. Помирились недавно и в Италии во время восстания рабов, когда ему все-таки некоторую пользу принес полученный от нас опыт и дисциплина. В конце концов они одолели врага, несмотря на его вооружение и всякого основания боялись его, даже когда он был плохо вооружен. Поэтому можно судить, сколько выгоды заключает в себе стойкость. Наконец, это все тот же враг, над которым часто одерживали победы Гильветы. И притом не только на своей, но по большей части на его земле, а ведь Гильветы никогда не могли устоять против нашего войска. Но если некоторых смущает неудачное сражение и бегство Галла, то разобрав дело, они поймут, что Галлы были утомлены продолжительной войной. Ариавист же много месяцев подряд не выходил из своего лагеря из болот и не давал случая сразиться с ним. Они уже потеряли всякую надежду на сражение и рассеялись, когда он внезапно напал на них и держал победу не столько храбрости, сколько хитрым расчетом. Но если расчет этот был уместен в борьбе с неопытными варварами, то и сам Ариавист не надеется провести им наше войско. А те, которые прикрывают свой страх мельцемерной тревогой за продовольствие или ссылкой большую держась, отчаиваясь в верности полководца своему долгу и осмеливаясь давать ему предписания. Это его дело. Хлеб ему доставляют севканы, леуки и ригоны. И он на полях уже созрел. О состоянии путей они скоро сами получат представление. А что будто бы его не послушаются и на неприятеля не пойдут, то эти разговоры его нисколько не волнуют. Он знает, что те, кого не слушалось войско, не умели вести дело и им изменилось счастье. Или же это были люди, известные своей порочностью, явно облеченные в крестолюбии. Но его собственное бескорыстие засвидетельствовало всей его жизни, а его счастье засвидетельствовало войной с гильветами. Поэтому то, что он предполагал отложить на более отдаленный срок, он намерен осуществить теперь и в ближайшую же ночь в четвертую стражу. Снимется с лагеря, чтобы как можно скорее убедиться в том, что в них сильнее, чувство чести и долга или трусость. Если за ним вообще никто не пойдет, то он выступит хотя бы с одним десятым легионом. В нем он уверен. Это будет его претерской когортой. Надо сказать, что этому легиону Цезарь всегда давал особые льготы, и благодаря его храбрости очень на него полагался. Эта речь вызвала удивительную перемену в настроении всего войска и побудила весьма большую бодрость и боевой пыл. Прежде всего десятый легион принес ему через военных трибунов благодарность за очень лестный отзыв и уверил в своей готовности к бою. Затем и остальные регионы просили своих военных трибунов и центурионов первых рангов оправдаться от их лица перед Цезарем и указать, что у них никогда не было ни колебаний и страха, но они всегда думали, что высшее руководство войной принадлежит не им, а полководству. Приняв это оправдание Цезарь поручил Девятиаку, которому доверял более чем кому-либо другому обследовать путь с тем, чтобы можно было вести войско по открытой местности, но с обходом в пятьдесят слишком миль. После этого он, как и сказал раньше, выступил в четвертую стражу. На седьмой день без остановочного марша он получил известие от разведчиков, что войска Ариависта находятся от нас в двадцати четырех милях. Узнав о приближении Цезаря, Ариавист отправил к нему что касается заявленного раньше Цезарем требования по поводу переговоров, то теперь он ничего не имеет против его исполнения, так как Цезарь подошел ближе и он думает, что может сделать это безопасно. Цезарь не отверг этого предложения и уже думал, что Ариавист готов образумиться, так как теперь он сам обещает то, в чем раньше отказывал, вопреки просьбе Цезаря. Он начал даже питать большие надежды на то, что во внимании к великим милостям, получшим нам от него и от римского народа, Ариавист оставит свое упорство, так как скоро познакомится с его требованиями. Переговоры были назначены на пятый день, а тем временем обе стороны часто отправляли друг к другу послов. При этом Ариавист требовал, чтобы Цезарь отнюдь не брал с собой на эти переговоры пехотинцев. Он боится, что Цезарь может коварно заманить его в ловушку, оба они должны явиться только в сопровождении конницы, иначе он не явится. Так как Цезарь не желал, чтобы под каким бы то ни было предлогом переговоры не состоялись, и вместе с тем не решался доверить жизнь своей гальской коннице, то он признал наиболее целесообразным спешить всю гальскую конницу и на ее коней посадить своих легионеров 10-го легиона, на которые он безусловно полагался, чтобы в случае надобности иметь при себе преданную охрану. По этому поводу один садоват 10-го легиона не безыстроуме заметил. Цезарь делает больше, чем обещал. Он обещал сделать 10-й легион своей претерской когортой, а теперь зачисляет его во всаднике. Была большая равнина и на ней довольно высокий земляной холм. Это место находилось почти на одинаковом расстоянии от лагерей Цезаря и Ариависта. Сюда они и явились для переговоров, как условились раньше. Легиону, посаженному на коней, Цезарь приказал остановиться в 200 шагах от холма. На таком же расстоянии остановились и всадники Ариависта. Ариавист потребовал, чтобы они оба беседовали верхом, чтобы каждый взял с собой на переговоры еще по 10 человек. Когда наконец они друг с другом встретились, Цезарь в начале своей речи упомянул о милостях, оказанных Ариависту им и Сенатом. Он указывал, что Ариавист получил от нашего Сената титул царя и друга и что ему посылались самые почетные дары. Это отличие, говорил он, лишь немногим доставалось на долю и обыкновенно дается в награду только за большие заслуги. Хотя Ариавист не имел ни повода, ни законного основания для подобных притязаний, однако он получил такое отличие только благодаря милости и щедрости Цезаря и Сената. Цезарь ссылался и на то, как давно и как законно существует близкая связь у римлян с Эдуями, как часто в самых лесных выражениях составлялись постановления Сената по отношению к Эдуям, как Эдуи еще до заключения с ними дружественного союза всегда занимали первое место во всей Галии. Римский народ привык заботиться о том, чтобы его союзники и друзья не только не теряли ничего своего, но чтобы наоборот усиливались в своем влиянии, видном положении и почете. Кто бы мог потерпеть, чтобы у них было отнято то, чем они владели к моменту заключения дружественного союза с римским народом. Наконец, Цезарь повторил те требования, которые он заявлял раньше через послуг. Ариавист не должен идти войной ни на Эдуев, ни на их союзников и обязанно вернуть заложник. Если он не может хоть некоторую часть германцев отправить обратно на родину, то пусть он, по крайней мере, не допускает их дальнейшего перехода через Рим. На требования Цезаря Ариавист дал короткий ответ, но зато подробно распространялся о своих достоинствах. Он пришел через Рим не по своему побуждению, но по просьбе и приглашению Галлу. И без больших надежд и расчета налаженной выгоды он оставил родину и близки. Места для жительства в Галле уступлены ему самими Галлами. Заложники даны по их доброй воле. Дань он берет по праву войны и именно ту, которую победители обыкновенно налагают на побежденных. Не он начал войну с Галлами, а Галлы с ним. Все гальские общины выступили против него и стали лагерем. Но все эти силы были им разбиты и побеждены в одном сражении. Если они снова хотят с ним помириться, то и он снова готов сразиться. Если же они хотят иметь мир, то несправедливо отказывать в Дане, которую они до сих пор платили добровольно. Дружба римского народа должна служить ему украшением и защитой, а не приносить вред. С этим расчетом он искал ее. Если по милости римского народа дань будет сложена, а сдавшиеся будут у него отобраны, то он откажется от дружбы с римским народом столь же охотно, как искал ее. Что он приводит в Галлию массу германцев, это он делает для своей безопасности, а не для завоевания Галлии. Доказательством служит то, что он пришел сюда по просьбе Галлов и вел войну не наступательную, но оборонительную. Он пришел в Галлию раньше, чем римский народ. До сего времени войск римского народа ни разу не выходило за пределы провинции Галлии. Что Цезарю нужно? Зачем он вступает в его владение? Это Галлия его провинция, как та римская. Как ему самому не следовало бы позволять вторгаться в наши земли, так и с нашей страны несправедливо вмешиваться в его права. Цезарь говорит, что Сенат назвал их братьями. Но он не до такой степени группа невежественен, чтобы не знать, что ни в последнюю войну с Алаброгами идуя не помогали римлянам, ни сами в борьбе с ними, а с ним и с сикванами не пользовались помощью римского народа. Ему приходится догадываться, что дружба с Адуиной простой предлог, и что войско, которое Цезарь держит в Галлии, он держит для уничтожения ареависта. Если Цезарь не уйдет и не выведет отсюда своего войска, то он будет считать его не другом, а врагом. И если его убьет, то этим доставят смертью он мог бы купить расположение и дружбу их всех. Но если Цезарь уйдет и предоставит ему беспрепятственное обладание Галлией, то он отплатит ему большими услугами и все войны, какие Цезарь пожелает вести, доведет до конца без всяких хлопот и риска для Цезаря. Продолжение следует.